Среди мощных военных тягачей, на первый взгляд, арктического гиганта выдает только белый цвет. Этот уникальный образец поражает своими размерами. В скором предприятие планирует выпустить целую линейку подобных сверхпроходимых машин для МЧС, которые будут работать в суровых условиях севера. На передний бампер этой машины мы предусмотрели и изготовили волнорез. Это конструкция 600 мм шириной, крепится на два осевых здесь наших зацепных устройства. С торцев крепится на болты М16, дабы, въезжая в реку, когда она будет в Якутии проходить испытания и выезжая к берегу, припаянный лед мы могли отламывать и проезжать, не повреждая нашей внутренней части нашего автомобиля. Перед разработчиками арктической модели ставились непростые задачи. В результате автомобиль может работать при минус 60 градусах по Цельсию. Оперативно добираться в самые отдаленные уголки севера. Перемещать грузы весом более 8 тонн. Вытащит она машину любую. В принципе и Урал вытащит, и КамАЗ вытащит, и что-то более тяжелое вытащит. Смотря как она застрянет. То есть она вообще будет уже как стоять на стенку. Тогда, если еще добавить сюда полиспас, что возможно. Усилие увеличится в два раза. Я думаю, в дальнейшем мы поднимем грузоподъемность этой лебедки. Ну, тонн до 20-25. Для Брянского автомобильного завода производство подобных машин – это возможность подняться на новый уровень развития. Предприятие планирует увеличить производство гражданской продукции и одно из значимых направлений – создание специальных колесных шасси и колесных тягачей в северном исполнении. Мы смотрим на этот проект как на очень перспективный, потому что наша страна обладает огромными территориями Крайнего Севера, на которых ведется серьезная работа. В текущее время эта работа активизируется, и мы считаем, что наша машина может очень сильно пригодиться и выполнить все необходимые задачи в самых тяжелых условиях. В числе первых заказчиков – служба спасения Якутии. Их привлекла высокая проходимость, надежность, простота и доступная цена. Специалисты завода подошли с максимальной ответственностью к разработке машины, стараясь учесть жесткость условий эксплуатации. Установлена дополнительная светотехника и топливные баки. Защищен низ автомобиля, все коммуникации и шланги. Арктический гигант не только мощный, но комфортный и безопасный для водителя и пассажиров. Установлены дополнительные отопители в кабину и аварийный люк. Через который может экипаж, который может погружаться в воду до... Она может, могут и по сиденью, да, мотор выдерживать. Установили люк, через который можно катапультироваться через крышу. Ну, я думаю, до двух метров она вылезет. До двух метров она вылезет из воды. У этой машины нет конкурентов. Мощь, проходимость и устойчивость к низким температурам делает ее уникальной. Завод готов к серийному изготовлению многофункциональных автомобилей для работы в любых, в том числе экстремальных условиях. Машины постоянно проходят в морозильные камеры, где минус 60 тоже температура. Они нормально себя показывают, хорошо выдерживают. Проходимость хорошая. Брод полтора метра может преодолеть. Свои уникальные возможности автомобиль продемонстрирует в суровых условиях севера. По результатам испытаний будет проведена разработка для использования автомобиля в других отраслях народного хозяйства Арктики и Крайнего Севера. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск.